Друзья, всем привет! Они пока, привет, они пока места делят. Делят места, да. Мы пока это не живем здесь. Мы едем на ферму за черешней. Может быть, еще клубники соберем только на другой ферме. Мы сейчас едем сначала на ферму с черешней, где черешню практически не обрыскивают. Там написано у них на сайте, что или совсем нет спрея, или мало спрея, или лоу, или нано спрея. Вот. И надеемся, что мы поедем черешню без химикатов. Костка черешни по 4,5 доллара за это самое. Вот это, как она, реньер называется, да? Да, самопулярная. Красно-белая. Не перестаи восхищаться вот этим видом, когда на ферму едешь. Папульчик приказал еще вот это восхищение снять. Ну что, разваленный деревенский домик, что? Мы едем туда, правильно? Туда едем. Особенно чистый воздух, видишь, как далеко видно. Да, в особенно чистой нашей машине видно далеко, надо ее помыть срочно. Ты не какая-то, все, все. Смотри, вся, вся. Ну это не мы виноваты, это мухи. Ну конечно, мухи. Муха столько не нагадит. Смотри сюда. А что это? Муха в гордлойне нагадила. Пока мы были на пляже, нам муха нагадила. Красота. Я вот удивляюсь, всегда, когда снимаю и потом, когда монтирую, думаю, почему так отличаются кадры. Совершенно по-другому выглядит. Камера не передает. Наши глаза охватывают, получается, сколько там, 130 градусов. Поэтому мы много видим. А камера снимает очень целенаправленно, очень вперед. Ну хотя это выпуклая линза, поэтому она побольше захватывает, чем остальные. Ну а на клубничную ферму мы едем на такую, не на которой мы были в прошлый раз, а на такую, где поле, заросшее сорняками. То есть там ничего не опрыскивают. И там самая натуральная клубника. И, скорее всего, не будет такого обдиралова. Ну посмотрим, поедем мы туда или нет. Ну, по крайней мере, в планах у нас есть заехать. У нас дома клубника нет уже, точно. Зато сейчас у нас дома прям пик малины. Хоть у нас, наверное, кустик малюсенький. Вот этот пятачок на малины много, и она вкусная. Классная малина. Но вчера вы не собирали, позавчера была полная тарелка такая. Да, позавчера. Каждый день невозможно сомкнуть через день. У нас маленький пятачок. У нас скоро здесь все пойдет. И априкосы, и малина уже идет. Смородину я видела. Первый раз такое я увидела, что в этом поселке среди фермеров кто-то выращивает смородину, и можно будет собирать. Я вообще в шоке. На пятую ферму повернули. Хайденакрас называется. Я не знаю, Вова говорит, что мы здесь бывали раньше. Мы здесь ходили, собирали. А, которые тоже неопрысканные, да, помнишь? Да. Почему мы эту ферму редко ездим, я не знаю. У них прямо официально на сайте написано, что они или нан-спрей, или лоу-спрей. То есть означает, что от всяких червяков всего... Потому что мы всегда, когда сюда приезжаем, то у них уже все собрано, все распробовано. И мы потом, у нас плохие от нее впечатления, что мы ничего не застали, и поэтому мы сюда и не ездим. Что-то я это не помню. А еще у них написано, что у них пуры и эти утки органические, кормленные. И продаются яйцам в шоке. А, все, вспомнила. Мы здесь каких-то поросят еще видели, да, у них в загоне. Громкие были. Громкие были. Поросяка. Все, я вспомнила. Такой домик, да? Работяги, на самом деле, вот эти фермеры, они работяги. Домик такой скромный, да? У них несколько таких самых жилых помещений. Ну, потому что тут его, это, дети где-то живут. Здесь поколения работают. Вот домик их. Так, у них здесь даже какая-то площадка, там есть животных, можно посмотреть. Дети, помните, мы здесь уже были, животных смотрели. Вон, и горки какие-то. Интересно, это их или это для всех? Или это только для их детей? Вон, опять животные. Соня говорит, Никита, что он громкий, а Никита говорит, я не громкий, сейчас буду реветь. Шантош. Смотрите, какие козы. О, смотрите, какой большой стиль. Смотри, какие козочки. Ой, а что же они? А, это овечки. Я думала, видишь, из-за того, что они обстрижены, написано шип, значит, овечки. Но он похож на коз. Только не трогайте, ладно? Их, а то вдруг они покусают, видишь, как мякают. Как человек, да? Да. Мам. Мама. Так, это, наверное, мама и ребенок, да? Да. Смотри, какой это. Петухи. Смотри. Смотри, петуха. Смотри, Аня, они так увидели петуха и такие, курица. Петуха, это петух, это не курица. Окей, ладно. Можно нам посмотри? Ну, откуда еще вы можете знать? Вы же их сроду-то не видели. Так, пойдемте, все уже. Вода, вода, вода. Мы человек. Ты говоришь, у них есть мед, да? Написано было, что и мед у них есть, все есть. И яйца на продажу. Надо посмотреть, почем органические, домашние. Скорее всего, вкусные. Вообще, деревенская жизнь. Дети, нравится вам в деревне? Ага. Класс, да? Ну, крик, там, дерево. Смотри, какой этот форвиллер. Так, ну что, пойдем все узнаем, я выключаю камеру. Да, наверное, ящик таких, ящик таких. Хотя, я думаю, что сейчас черешня, она скоро сойдет, и мы пожалеем, что мало наберем. По 2,75, она сказала, да? Заполнит. Ну, это нормальная цена для черешни, потому что вкус, она, вон, по 5 долларов. Мама! Да, пойдемте, начнем с красной, да? Если красной, то туда. Ну, то, что она сказала, что красной там, а желтой там. Мама, не нужно, пошли тут. Мама, почему две только? Ну, если нам захотит побольше, понравится, еще возьмем. Ну, будем яблоки собирать. Нет, Сонечка, яблоки осенью собирают. Сейчас они только маленькие, зелененькие. Вот они, яблоки. Ну, или, да, скажем... А, вон они черешат. Ну, там она объяснила, да, и они красные, там, туда пройти. А здесь желтые, она где-то сказала, нужно собирать. Мы сначала желтые. Да, мы сначала желтую соберем. Слушайте, как здесь хорошо. Я вообще люблю природу, деревню. Все-таки деревня... Деревня вся в тебе. Деревня вовне. И я, главное, я этого не стыжусь, потому что есть люди городские, которые не признают деревню. Есть деревенские, которым тяжело в городе. Мне, в принципе, в городе нормально, но деревню я люблю больше. Иди поправе, не ходи по пыли. Лиз, не ходи по пыли, иди поправе. Лиз, они специально идут газуют, шлепают, чтобы пыль летела. Лиз, ну что, тоже деревня? Конечно. Лиз, она хочет газовать. Она хочет газовать. Лиз, давай газовать. Что-то я не вижу здесь это. Собрано, что ли, все уже. Ну, она же говорила, поглубь же надо подходить. Она действительно нам сказала, что они опрыскивают ягоды, они опрыскивают только стволы. Вот эти, чтобы не поднимались насекомые наверх. Смотри наверх. Ой, красная какая. Слушай, ну, нам нужно поглубже зайти, там с края тут не достать уже. В общем-то, сами вот эти ягоды, они не опрысканы, химикатами, и это вот больше всего устраивает нас. У нас даже папа, он начал делать сливы, он обмывает ствол каждый день. У нас тоже будут сливы не червивые. Этого я не говорю. Да? А я уже восприняла, что у нас сливы будут не червивые. И тут козочка попаслась. О, дети. А что это такое? Что это такое, Никита? Это отходы еды. Да? Отходы еды. Попажем еще туда. Я так ржуна все. Слушайте, ну мы все, идем-идем, хотя можно уже где-нибудь начинать собирать. Вот тут. Мы начинаем собирать. Давай на лестнице, да? А, там вон кто-то на лестнице есть уже. А тогда надо найти какую-нибудь другую. Мам, как ты какая-то сделала, какая-нибудь еще? Отрываешь, кладешь в рот и пробуешь. А другие, которые ты ложишь в корзину? Ладно, в корзину тоже надо. Это еще не надо. Конечно, надо стараться собирать, а не есть. Как мной. На чем собирать? Мы уже на конце. Ну, мы сейчас пройдемся, посмотрим. Соня, у нас тут кто-то второй. Так, кстати, про Колю мы не сказали. Коля у нас приболел, он дома остался, спит. Мы его не стали дергать. У нас то Лиза горло заболела, то Коля что-то. Это может мы перекупались в прошлый раз на озере. Так, Сонечка, ну давай мы пройдемся и посмотрим, где что. Как и по чем здесь. Ой, как красиво здесь. Давайте попробуем хотя бы по дну. Я даже еще ни одну не пробовала. Походу погода плохая у нас. Ну как плохая, холодная. Мама, смотри какая. Смотри какая. Прям как будто сладкая. Какая вкусная. Мама, она как будто сладкая. Дайте Никите. Я хочу собирать. Собирать, я тут хочу уже собирать. На. Смотрите, здесь усыпано черешня, но все наверху. Нам нужна лестница. Да, папа пошел раздавать лестницу. Смотрите, вот эти черные аж. Надо их выбрать. Да, мы можем везде набирать. У нас куча времени, у нас есть деньги. Испробовать. Сейчас папа поставит и испробуем. Смотри, мам, какая елка. Вот это. Ну и какое у нее это самое внизу. Ствол. Ну это, это как ее? Мне кажется, это лестница. Вековая. Там что у нее иголочки мягенькие, мягенькие такие. Почту надо потом вот сюда будет перенести, посмотрите. Как-то можно было наклонить, продломать не хочется эти деревья. Мы не можем наклонить. Вот эту веточку можно, да, наклонить как-то, потянуть чуть-чуть. Это невозможно. Ну ладно, здесь я так понимаю, что нужно только с лестницами. Хотя вот тут внизу много. Сейчас я вот тут соберу. Дети, а где еще одна корзина? Корзина. Мы же две взяли. А, у Никиты. Ну что, давайте начинаем собирать. Смотрите, извините, у меня тройная черешня. А у меня такая же была, только у меня упала одна и стала двойная. Вкусная? Да. Какая сладкая. Я не пробовала, я не ел. Я не хочу. Но на фермах надо больше собирать и меньше есть. Почему? Чтобы фермерам прибыль была. Так, ну что, с этой, с красной мы закончили. Показываю, сколько собрали. С тончика. Обратите внимание, дерево, видишь, обрезанное. А там у них продаются сушеные дрова уже, высушенные продаются. То есть у них вообще безотходное здесь все. Абрикосы, да? Мне кажется, они не готовы. Да, они еще не готовы. Ну, наверное, на следующей неделе уже можно будет ехать на ферму с абрикосами. Ну, опять, вы не посетили дерево всего. Ну, мы на другую поедем, на нашу любимую, Eleven Acres. Главное, Eleven Acres это 11 акров. Это называется Hidden Acres. Это спрятанные акры. А почему Hidden? Ну, они, видимо, где-то среди глубинки находятся. Ага. Вот это красота. Слушай, это, по-моему, пай черри, нет? Нет. Пай черри это вишня здесь, в Америке. Кислая. В Америке вишня называется пай черри, ее используют только для запекания, для выпечки. Вкусно? Ммм, какая сладкая. Жадина. Вишня? Так, прямо отсюда и собираем, да? С этого дерева. Мне кажется, это она менее приторная, чем красная. Но и менее кислая, наверное. Может быть, она еще не совсем. Что, может, вернемся за красная обратно, если вам не нравится? Ну-ка. Вкусная? Вишня. Я не говорила вишня. Вот это красотища. Нужно красную собирать? Всю подряд. Прям посмотрите, вот эта веточка вообще. Какой-то рай черешневый. Я не говорила. Мне кажется, она недоспелая. Да, мне кажется, там гораздо больше... Потому что это в тени. Это нужно еще дойти. Хотя вот тут наверху, которые красненькие, вообще суперские. А вот здесь. Давайте попробуем. Возможно, они крупнее здесь, да? А давайте все-таки здесь собирать. Она прям совсем красная. Пап, я нашла совсем красную. Вон там. Там лучше. Здесь они на отшибе и на солнце на открытом. Не, я хотела бы вот так вот жить в деревне. Я тоже. Не, я хотела. Так, ну что вы не помогаете собирать? Вот, Лиз. Хочешь? Яблочко? Лиз, хочешь яблочко? Они меня даже не слышат. Яблочко хочешь, Лиз? Лиз, яблочко хочешь? Нет. Я вот так придумала. Так, осторожно. Смотрите, нет. Ты так ничего не соберешь, только повредишь ягодам. Серьезно? Так, мы уже почти набрали. Я прервалась, чтобы поснимать немножко. Мам, я не хочу это есть. Класс. Нет. Так кто тебя заставляет есть? Я не люблю это есть. Никита не любит черешню. Представляете, есть человек на земле, который не любит черешню. Мам, ну что ты за черешня такая? Я ее никогда не пробовала. Мы всегда приезжаем как-то поздно за черешней, а вот эта желтая уже сходит. Она уже такие, остатки ее завядшие на дереве. За столько лет жизни, мне кажется, мы лет... Когда только я сюда приехал, да, Вов, мы собирали желтую? А так, в основном, всегда красную вон-то. Может быть, мы не на правильные всегда ездили. Фермы? Фермы. Вот яблоки надо здесь собирать. Мне кажется, она еще не совсем готова, потому что мы когда срываем, веточки получаются, отрываются. Тяжело отделять. Мне кажется, она еще не совсем готова. Папочка, это скороспелка. Через неделю она будет уже, знаешь, такая сморченная. А куда мы идем? Идем платить. Хотели у них мед купить, но там как-то дороговато. У фермеров можно подешевле купить. Все, мы идем платить. А потом поедем, посмотрим на клубничное поле. Клубника уже почти сошла. Палочку медную, медовую. Ну, сейчас возьмем. Папа пошел за деньгами, деньги в машине. И машин много уже понаехало. Так, обувь чья-то. Папочка. Гораздо крупнее. Да, но она менее кислая. Это гораздо приторнее. Да, а эта такая сладенькая. У тебя здесь на шее. Да я вся в каких-то жуках. Не забудь купить медовые палочки. Вот такие внутри наполненные медом, они с разным вкусом. Я для Коли. Возьмите, Сонечка, возьми Колю. Я для Коли. Да, возьмите для Коли и себе возьмите. Хотите, хотите по две, поскольку там хотите. Вот обычный, лучше обычный мед возьмите. Вот обычный. Ну, Сань, бери себе тоже. Мама, я кое возьму. А это настойки, да? Магазинчик фермерский. Разные джемы, варенья. Интересно, а здесь что? Бинс. Это фасоль. Ой, как аппетитно выглядит все. А это какие-то сушеные ягоды, да? Хакклбери. Мне бы найти элдербери. Что? Я тоже хочу, ты. Иди ты себе везде. Так возьми, иди, папа. Быстрее иди. Уж пока не заплатил. Так, ну это все хакклбери. Я думала, здесь элдербери найти. У них сушеные. Заваривать можно. Чай делать из них вкусный. Какие вот здесь полочки. Дети, хотите еще животных посмотреть? Да, да, да. Давайте, Коль, приехали на ферму. Пошли посмотрим. Соня уходит. Ей это все равно, что... А у меня арбузные взяла. Арбузные. А у меня вот эти. И Коле не забудьте отдать. Коле яблоко и... То есть здесь можно и посторонним давов на этих лазить, да? Это для всех, да? Ну, наверное. Это, наверное, типа... Лазилки всякие, да? Примлечь туристов. Ну, а что, папульчик, здесь хорошо. Набрал фруктов, посидел, поел здесь. Смотри, у них написано кемпинг. То есть куда-то можно пробраться. Там просят. И провести время. Пошли, просят, посмотрим, дети. Я не знаю. Он там люди, я видела, вот там. Набрали черешни, заплатили, сели на травку. И сидят, едят, разговаривают. Мам, ну овечки-то. Овечки, ну смотри, мы что-то не отводим от них. Мы идем хрюшек посмотреть. А у поросят, смотрите, какое болото красивое. А где поросят? Вот. Они сейчас бы так прыгают, вот так делают. Пигги. Так, а здесь кролик большой лежит. Мам, отсюда снимайте. А, все, я вижу. Черненький, да? Да, черненький. Зайчик. Тут одна хрю-трю побольше, одна моя поменьше. Так, а там какой-то тур для игры. Наверное, да? Наверное. Здесь шелтер написано. Кабина. Ну, это такое, избушка. А, это пример того, как строили раньше здесь избушки. Папульчик, это такая историческое типа здание. Показано, как раньше строили здесь избушки. Видишь, глины, переложенность салоны. Да, салоны. Переобразить жизнь в такой кабине здесь написано. С вашей семьей среди зимы. Будет ли вам тепло? Как вы думаете, зимой здесь будет тепло, дети? Ну, мне кажется, через эти дырки холод будет проходить. Да? А, смотри, какая печка. Не, ну они, конечно, я думаю, что эти дырки были сильнее заделаны. Потому что это... Да, это со временем все вывалилось. Вот, я думаю, что здесь, возможно, было лучше все заделано. Но, тем не менее, вот так вот зимой, да, жить? Вот такой очах один с семьей вот так вот где-то лечь, спать, да? Ну, мы шестером здесь поместились, да? Ну, вот так. У Коли ноги бы вот там торчали. Охлаждался бы, да? Никита, хорошее кресло. Это кресло старинное, наверное, на лет сто ему, да? Смотри, какое классное. Или оно просто так сделано. Да нет, старое, видно по нему, что... Сынок, ты сейчас его развалишь. Оно стоит для того, чтобы это... Все, Никита, не надо на него садить. А то оно развалится. Сто лет стояло, пришел Никита, и хана кресло. Как стояло? А это тоже печка. А может, не было? Ну, и сто лет, ну, старая. Листочка, от тебя она точно провалится, не надо. Ну, и сто лет. Это просто стать, чтобы показать. Они, чтобы садиться и качаться. Видите, вот, в ремнышком погуляйте. А, смотри. Ходить можно, да, равновесие удерживать. Тоже такая, да, горочка старинная какая-то телега. Мам, я в тене буду. В тене? Смотрите, написано, пожалуйста, не играйте на вагоне, потому что он развалиться может. А Никита уже чуть кресло не развалил. Про кресло не было сказано. Ну, все равно надо понимать прекрасно это все. Соня в машине сидит, не хочет выходить играть. Так, ну, хрюшку-то видели, а то мы отвлеклись. Фу, воняет, бе! Пойду я посмотрю, что там воняет. Ой, костулька какая-то. Сто лет поросят не видела. Хрюхи. Хрю-хрю. Всех перехитрю. Фу, брат, воняет, ужас. А вот здесь написано, предостережение. Хрюшки кусаются. Еще и кусить могут. Ну и хрюшки. Смотри, вот это как бы старая, да? Игрушка вот эта старая, я думаю, что ей лет сорок. А вот это новая. Все, уходим. Так, этого кролика зовут Дэн. А вон имена этих самых поросят. Прикольно? Ну, хак. Приедем еще сюда? Дети, приедем еще сюда? Да. Смотрите, какие телеги. Вова предполагает, что это собирать фрукты. Вот мы где, на любимой ферме на нашей, там такие современные телеги. Это, наверное, старинные, да? Нет. Потому что это достаточно современные, потому что они на солнце выцветают. Колеса, посмотри, какие. Велосипедные какие-то. Вот там люди сидят с ребенком, едят ягодки, которые собрали и за которые заплатили. Все, уезжаем отсюда. Совсем не хочется уезжать. Я бы здесь еще полдня пробыла. Если здесь можно на кемпинге, интересно, это платно или бесплатно? Да, наверное, платно. Платно, да? Какой им смысл нам бесплатно предоставлять тут место? То есть, я так понимаю, с ночевкой даже можно, да? Могу. Дети хотели бы в палатках здесь пожить? Да. Что-то у них петухов так много. А, ну, одни петухи ходят. Так, придется нам закрыть. Что-то я про яйца не спросила. Забыл. Ну, ладно. Next time тогда. Откройте! Придется закрыть там пыль, дети. Сейчас чуть-чуть отъедем в сторону и откроем. Хотелось деревенских органических яичек покушать и забыла. Ну, все. Вкус, значит, купим не деревенских. Вот это, возможно, их основное жилье. Угу. Видишь, какие патриоты все. Классно здесь вообще вокруг леса, горы, свежий воздух. Ну, разве же это горы? Ну, все равно горе стоя достаточно. Местность и хвойная растительность, естественно, в основной своей массе. Мы сейчас с горы спускаемся. Ну, это может быть только холмик. Так, сейчас нам вправо надо ехать. Здесь вот на этом перекрестке вывески на все фермы. Каждая ферма поставила свою вывеску с их предложениями, что у них выращивается, что можно собрать. Разберис, вон уже висит. Малина висит. Значит, с малиной можно тоже приехать. В следующий раз. На следующей неделе мы поедем на Гринваф собирать малину, блуберис, да? И помидоры. Да, наверное. На нашу любимую ферму пойдем. Это 90. И там мы купим мед. По 45, по 50 за галлон. А здесь просто было полгаллона 39. Я эту калочку не потрачу. Да, мне кажется, 38, 99 и 37, 99. Я в последнее время только одни Тесла на дорогах вижу. Смотри, одни Тесла. Вот, вот она. О, собирает. Правильно, все тоже поле заросшее, которое... И я уверена, что здесь она неопрысканная, необработанная. Он белая Тесла ставит, мам. Белая за клубникой приехала, да? Смотри, сколько Тесла много. Раньше столько не было в нашем городе. А теперь они просто меня провоцируют на то, чтобы я хотела купить Теслу. Отказаться от мечты о доме. А мне? А мне? С папой. Мне с папой не нужно купить. С папой тебе надо? Да. Мне очень привлекает это поле тем, что оно заросшее. Я не знаю, есть ли здесь или уже нет клубники, потому что мы поздно приехали. Теслу потратили время на черешни. Мам, а что, Тесла летать может? Нет, она может сама ездить. Мам, самая последняя. Водитель может просто сидеть, балдеть, а она все сама делает, даже паркуется. Мам, самая последняя. Вот Лизе надо на двери, не закрывай за собой в машине. Ей нужно такую Теслу. Мам, знаешь что? Самая последняя версия Тесла, я знаю, что она может летать. Да ты что? Самая последняя версия, да? Да. Так, ну что, а где, братья, вон там? Я знаю. Как думаешь, есть тут что-нибудь? Наверное, можно. Слушай, я думаю, что она хорошая. Она здесь как земляник. Мы сейчас ее соберем и насладимся вкусом ее дома. Мам, я не хочу. Она сказала, в конец надо. Ммм, а сладкая, концентрированная. А что проходить мимо? Давайте, правда, собирать. Кстати, мы удивились, но наши девчонки племянницы, продавщицы здесь. Давайте, где эта штука у тебя? У меня. Не, ну как так? Племянницы там стоят на кассе. Племянницы есть тут. Продают. Опять Тесла. Или та же? Нет, та же. Вот это я сейчас попробовала. Со вкусом земляники именно. Не клубники, а земляники. Как лесная земляника. Мелкая, сладкая. Эльчик сказал, надо подальше пройти. Хоть на Гринблафе встретимся с племянницами. Я хотела к нам подойти, но люди подошли. Ага, ну сейчас увидимся. Ой, вид отсюда. Смотри, здесь облако накрыло, здесь тень, а вон там свет. Светло. Класс. И 5G вышка. На этой красоте. Видишь, она прям какая-то аж полудикая. Так у нее и запах такой. Да. Я за эту клубнику готова даже больше заплатить. Нам Элечка по-свойски сказала, где нужно собирать хорошую, где много ее. Вот мы идем и проходим хорошие куста. Я сержусь. Смотрите, усыпно. Нет, нет, я здесь остановлюсь. Ну как можно мимо такого пройти? Я сейчас покажу, сколько я с одного кустика собрала. Я просто несу, мне неудобно. Видишь, с одного кустика. Мы пришли к выводу, что здесь только русскоязычные собирают. Американцу, видимо, нравится, чтобы она была без сорняков, крупная, ухоженная. Вот столько подсобрали мы. Сейчас по пути еще будем собирать. Ведешь в Америке по полю, по фермерскому и слышишь. Девочка, молодец, работай. Здесь только русская речь. Ну, смотри, вон, посмотри, вон туда. Направь туда. Камера. Это все русские. Все русские. А вот американка. Одна. Одинокая. И вон американцы сидят, видишь? Собираем. Собираем, да. Каком-то сделала атомный взрыв. Нет, нет. Кошмар, пойдемте. Домой вас не пущу. Да что грязные. Ну, свинячили чуть-чуть. Ну, свинячили чуть-чуть. Здесь рукомойник и цена. Доллар восемьдесят девять за паунд. Все нормально. Сколько заплатил Вов за коробочку? Снадцать долларов. Представляете, шнадцать долларов за вот такую коробочку. А мы по двадцать восемь отдавали за меньшие коробочки. Снадцать, паунд. Вот это я понимаю. Запах просто убийство. Да, она как земляника лесная пахнет. Запах просто убийство. Вуаля, все цвета радуют. Сейчас мы будем ехать в машине. Этот запах будет по машине распространяться. Ну, спасибо. Спасибо. Вов, а женщина русскоязычная из Одиннадцати, которая стояла, рассчитывалась, тоже ее знаешь, да? Да, она из нашей церкви. А что она засмеялась, когда мы про съемки заговорили? Она что, в курсе, что у нас с канала? Да все в курсе. Да? Когда ты вчера, да, встретил женщину, узнала тебя. Я из Росы выхожу. Я в маске, она в маске. Мы вас смотрим. Я вас узнала. Ужасно. Помогаю, да, девчонки? Поверьте. Едем и гадаем, это пожарная станция или церковь? Это пожарная станция, большие ворота, видишь? Да, да, да. Просто здесь церковь и пожарные станции похожи, здания. Ну, по крайней мере, пока на ворота не посмотришь. Это что-то жилье, да? Красиво. Нет, это, скорее всего, какой-нибудь, это сам, бар или что-нибудь. Нет, вон там за заборами. А это вообще полиция, наверное? Полиция, бар. На полицию подумали, что бар, на пожарную, что церковь. Отлично, у нас все. Клубнички объелись. Перебрали, переспевшие клубники. Она аж прям забродившая. Нет, там были такие клубнички, которые они уже, их никто не собрал бы. Павелечка сказала, они сегодня загроются. И все, эта клубника пропадет. Какой смысл, я не пойму. Я тоже не знаю. Завтра надо обязательно работать с суббота. Не, может быть, они то, что платят, вот это, наемные рабочие силы, не окупают, может быть. Хотя народ был много. Да, я не понимаю, зачем клубничка, когда-то поле закроется завтра. Совсем. Сколько клубники пропадет, жалко. Но она такая вкусная, не то, что у семерцев. Что там, птички? Птица, наверное, да. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негод 20